Сегодня на аппаратном совещании Акима Бастигалий Скалиев дал ряд поручений по исполнению комплексного плана застройки Уральска и Аксая. Соответственно, милициями было обсуждено качество интернета в сельской местности и другие вопросы. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в области был завершен проект по проведению волоконно-оптических линий связи в сельские населенные пункты посредством государственно-частного партнерства. За три года линии провели в 92 села. На данный момент реализуется проект «Цифровой партнер на селе». Операторы ищут партнеров для подключения сельских пунктов к высокоскоростному интернету. По проекту партнерам АО «Казахтелеком» компания должна быть зарегистрирована как ИП или ТО и относиться к субъектам малого либо среднего бизнеса и оставить заявку на сайте ismed.kz. Далее заключить договор, получить технические условия, провести сеть в выбранном селе и подключить клиентов. Ответственность АО «Казахтелеком» — подведение магистральной оптоволоконной сети интернет до села. Задача партнера — установить антенну, которая передает сигнал на абонентские роутеры, либо провести кабелизацию внутри поселка и продавать услуги интернета. На совещании был продемонстрирован примерный расчет на одно село. По области в проекте участвует 81 село в 11 районах. На сегодня уже работают два партнера в районе Байтирек и в Тоскалинском районе. Руководитель ведомства призвал бизнес-сообщество и Акимов районов посодействовать в данном вопросе. Предпринимателей надо привлекать к этому делу либо из города, либо местных. Проект нужный. Если раньше «Казахтелеком» 60% прибыли брал себе, то с этого года 100% дохода остается у бизнеса. Это хорошая возможность. По предварительным расчетам в течение трех месяцев вложения окупятся. А далее это будет прибыльным делом. В конце года Акимы каждого района считаются, сколько предпринимателей вовлекли в проект. По улучшению внешнего облика областного центра, как сообщила Аким Уральска, есть ряд предложений и планов. Во-первых, это появление новых микрорайонов за счет модернизации старых промышленных зон типа района МЭС-Комбината, либо на месте старых гаражных кооперативов. На сегодня в Уральске есть 10 крупных гаражных кооперативов общей площадью 80 гектаров. В данный момент готовится план по двум центральным кооперативам «Шаган» и «Победа». При планировании новых микрорайонов уделяется внимание наличию социальных объектов и инфраструктуры. Во-вторых, реновация аварийного фонда. На сегодня в Уральске ведется строительство 12 многоэтажек. В-третьих, по благоустройству города готова документация на 10 новых скверов общей стоимостью 3,1 миллиарда в тенге. Кроме того, до конца текущего года будет подготовлена проектно-смертная документация по модернизации центрального проспекта города. По озеленению и благоустройству Уральска Акимобласти поручил доработать планы и внести их на обсуждение общества. Как вам известно, жилищный комитет министерства утвердил общие и комплексные стандарты застройки. При строительстве микрорайона максимально должны присутствовать учреждения по оказанию услуг населению. К примеру, на мясокомбинате на 7,5 гектарах могут построить и много домов, и школа должна быть, и детский сад, и медицинские и спортивные объекты. Сначала надо составить план застройки, а затем предлагать строительным компаниям и инвесторам. До конца октября надо разработать предложение для бизнеса. В Оксайе за последние два года благоустроены 27 дворов, установлены 176 столбов и 238 световых ламп. Построены более 5,5 километров дорог, капитально отремонтированы 6,4 километра. В прошлом году в Моногороде посажены 2100 саженцев. Ведется работа по обновлению и расширению парков. За счет спонсоров ведется строительство парка в 10 микрорайоне. Доклад по развитию сферы культуры в рамках проекта «Олсток Рухани Жангару» глава региона предложил доработать. Акимы районов сами по себе, управление культурой само по себе. Никакой системной работы нет. Неудивительно, что потом нас критикуют старейшины сел, что есть дворцы культуры, есть возможности, а работа не на должном уровне. Нет анализа по инвентарю, инструментам, по наличию и нехватке квалифицированных специалистов. По области нужен тщательный анализ сферы. Также по этому вопросу были заслушаны отчеты Акимов Акжаикского и Теректинского районов. Даны конкретные поручения по каждому из них. Алма Гульджин Писова, Рустим Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.